Девчонки, всем привет! Мы с мамуликом наконец-таки покажем в сегодняшнем влоге заправку на Цезарь. Здравствуйте! Вот берем сперва приправу для салата, любую травки. Можно даже для греческого, где написано, насыпали чуть-чуть. Но мы будем небольшое количество делать Цезаря, поэтому вот столько, трём буквально. Вот. Чеснок? Да, середину оставляем, не даем, а вот именно... Чуть-чуть чесночка, да? Ну, кто любит, не любит, ради бога. А я люблю, когда много прям чесночка. Вот оно. И обдаем кипятком. Кипятка тут немножко, ложек три. Угу. Вот. Не солим. А, соль не нужна, да? Ну, я не солю. Это уже вы сами смотрите, кто любит, посолонеет. Потому что сыр сверху будет, кто-то не любит. Добавляем майонезы. Ну, непонятно. Что за майонез? Что такое? Ну, мне нравится вот такой майонез, не знаю. Я готовить экстра-верджин оливковый, 67%. Мешаем. Сейчас вам покажется жидковатое, но лучше это делать на ночь. Ну, тогда густое-густое становится. И добавляем немножко бальзамического, любого уксуса, который у вас есть. Ну, это не уксус, это густое. Я не знаю, как крем. Как сусло. Как сусло, крем, не знаю. И все. Теперь я оставлю примерно часа на два в холодильнике, чтобы хорошо загустело. Можно я вот чуть-чуть солю абсолютно. И сейчас тут будет лимонный сок. Уже натертый сырок? Или это не для другого? Нет, это для этого. А для цезаря. Просто мама параллельно тут еще готовит разное. Поэтому и уточняю. Лимонный сок выдавленный. Получается поллимончика, да? Да нет, одна третья. Мы же немножко ее, Путинка, делаем. Все, до однородной массы и уберу сейчас в холодильник. На пару часов. Так, девчонки, у нас уже прошло даже три часа, а не два. Вот с холодильника вытащили заправочку. И процесс, мама уже расскажет. Значит, я курицу запекаю. Вот я уже нарезала. Это перепелиные яйца. Это пармезан натертый. Это соус, сухари, помидоры. А это капуста айсберг. Она что, вареная? Нет. Ого. Она вот так убирает. Никогда не ведет. Теперь мы берем вот так, сколько нам надо. А, просто ломаешь ее, да? Да? Просто вот так. Угу. Произвольно ломаю. Сухарики, кстати, тоже мама сама делает. Да, сухари я сама делаю. Не покупные. Вот тут этого айсберг абсолютно достойная. Теперь мы берем помидоры. Помидоры можно от черри, но я их не люблю. Я поэтому мякоть убираю, и вот так нарезала помидорчики. Количество зависит, ну, может, мало, может, и много делать. Ну, понятно, в зависимости от того, сколько человек, или сколько съедают один человек. Теперь оба кладем чуть-чуть яиц вот так нарезанных. Их кто-то целиком, но я... Ну, кстати, большие эти перепелиные яички прям. Да, курочку. Обязательно. Хорошо, немножечко можем яичек. Я все покидала, просто все карастерно мешать это. Не, ну это много, зачем? Мы же не яичный салат делаем. Теперь мы... Сыпем... Вот так чуть-чуть сыр. Видите, я уже по гуше стала заправочка. Считаю, что этой заправки тут вполне достаточно. Желота, красиво. Здесь сухарики, да? Да. Ну вот, показали вам процесс, как и обещали. Все, цесарь готов. Приятного аппетита. Именно аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита, конечно. Я шучу. Все. Готово. Слушайте, меня сто лет не было в кадре, на самом деле. И сейчас мы бесились. Вот тут кое-каке мы бесились. И у меня... Фу, я же запыхалась с ним, бегая. В общем, это вот такой вот сладкий малыш. Его зовут Боня. Как и нашу Бонечку. И, к сожалению, это не мой малыш, это не наша новая собачка. Он у нас просто, ну, скажем так, на передержке, пока его хозяева временно отсутствуют. Уехали. Он у нас уже пять дней. Это такой сладкий ребенок. Это такой игривый мальчик. Это такой классный пацан. Боже, я в него влюбилась. Это померанский шпиц. У нас ему семь месяцев. Какой он? Ну, конечно, мой Осик, естественно. Иди сюда. И ревнует жутко. И я стараюсь всем им одинаково. Иди сюда, Боник. Уделяйте внимание. Иди сюда. Но, тем не менее, он ласковый. Он игривый. Он просто шага никуда без меня не делает. Мне приходится... Вот я даже реально дома сижу уже пятый день. Хотя, вы знаете, я до этого на выходных... Иди сюда, Бонечка. Я на выходных уезжала к Женечке. Брала с собой камеру. Я думала, мы с ней снимем мукбанг. Но, в итоге, мы так хорошо, весело проводили время, что ничего абсолютно я там не сняла. Это, во-первых. Во-вторых, потом я отравилась. Как раз первый день, когда вот этого чудика нам привезли, я лежала. Потом, вот сейчас я сижу дома, работаю, чтобы его не оставлять тоже одного. В общем-то, как-то так проходят мои дни. Ничего интересного. Снимать видео не хотелось. И, собственно говоря, поэтому вы знаете, что я не снимаю. Если мне не хочется, у меня все только по желанию. Встала утром на весы. 70-200. Расстроилась. Это очень много для меня. Я сильно, реально поправилась. Никак я за себя не возьмусь. В зал то ходила, то опять бросала. Ну, как бы, реально вес большой. И, знаете, прям... И бочка, и все на свете. И как-то мне это все мешает. Я, наверное, ставлю даже себе больше на память, как мы бесились. Вот с этим малышом. Может, кому-то интересно. Вообще собачки это вот самое большое... Вот мне кажется, вы знаете, особенно собаки, они не заслуживают. Вернее, мы не заслуживаем собак. Это настолько преданные, это настолько вот классные малыши. И они так преображают жизнь. Я, конечно, понимаю, у кого есть детки, тем и так не скучно, весело. Но животные в любом случае, это совершенно другое. Это просто счастье такое. Радость. Постоянные эмоции. У меня который день подряд, вы знаете, у нас меняется погода. У меня болит голова. Просто вот все время болит голова. Это какое-то... Я просто говорю сейчас, ловлю себя на мысли, что как-то мне немножко некомфортно. Вы знаете, я не включала никакого там света, ничего не делала. То есть, вот так вот внезапно села и сняла. Потому что, если бы я еще тянула бы, наверное, 3 года, то точно ничего бы вам не отсняла. Знаете что, дорогие мои? Я хочу вам показать кое-что. Сейчас даже вот так, наверное, поставлю просто камеру. То, что я заказывала на Алиэкспресс. То, что ко мне уже давно дошло. Но я что-то... Ну, относительно давно. Но я вот все вам еще не показывала. Первое, что я, кстати, уже попробовала. Я заказывала, решила попробовать бритвы. Вот такие вот, знаете, как под Винус. Вот есть бритвы. И эти очень-очень похожи. То есть, по форме вообще, можно сказать, одно и то же. Но, к сожалению, да, они подходят идеально на саму вот эту вот... То есть, это головка на бритву, к этой ручечке. И, к сожалению, они не так скользят. Они, когда первый раз воспользовалась, у меня вообще какое-то пошло воспаление. Потому что мне показались не настолько они острыми, что ли, если так можно сказать. Две штуки в паре. Конечно, 70 рублей. Это копейки. Может быть, вам понравится. Потом стало лучше. Я сейчас использую эту вторую кассету. Но... Вернее, первую, это вторая. Но восторга я, честно, не испытала. Следующее, что я вам рассказывала. Масло для кутикулы. Это просто то, что мне постоянно необходимо. Я взяла вот такое. Не помню, сколько оно рублей. По-моему, 40 или 50 стоило. Да, я заказала два одинаковых. Это, кажется, с лимоном. Да, помятые такие упаковочки пришли. Здесь, если я не ошибаюсь, сейчас я вам скажу, сколько. Я их два взяла. Одно у меня уже в использовании. Здесь что-то, кажется, около 10 или 15 миллилитров. Ну, точно не помню. Знаете, нормальный, абсолютно состав. Адекватная цена. Удобно, что это ручка. 3 миллилитра, что ли, всего лишь. Да нет, не может быть. И очень и очень даже комфортно носить с собой сумочки. Потому что, ну, вот, действительно, вот эта кисточка, она так удобна. Я и на ноги использую, на педикюр, и на руках. Прям супер. Так что я закажу, думаю, что еще. Но, к сожалению, я пробовала. Хотела, думала, разобрать этот механизм, знаете, чтобы добавлять. Меня пугается эта камера. Не дай бог, что произойдет. Реснички я вам уже как-то показывала. И на этот раз я заказала более такой натуральный вариант. Это 3D19. И буду с удовольствием в видео, и, может быть, даже в жизни, их использовать. Ну, как-то сейчас я вообще почти не крашусь. Как-то так. Следующее, что я еще не пробовала, но хочу вам тоже показать. Не знаю, почему не попробовала. Это сейчас очень популярная тема для бровей. Вот с всякими, типа, мыло для бровей. По сути, как бы воск. Я увидела вот такую штучку. Очень милая баночка, жестяная такая. Посмотрите. Вот это как бы мыло. Или это воск, по сути. Также щеточка в наборе. И, по идее, нужно как бы укладывать. Я попробую здесь аж 20 грамм. Сталин соуп называется. Я попробую. Обязательно потом вам расскажу. Никакого запаха, ничего нет. То, что у меня уже 100 лет, но я еще не использовала. Это, знаете, вот такие штучки для волос. Боник, иди сюда. Боник, иди ко мне. Такие штучки для волос. То есть, по сути, это вот вам видно сейчас для того, чтобы делать прически. Но я брала для того, чтобы правильно продеть себе и вот свои натуральные волосики, чтобы взять для хвостика. Ну, не знаю, честно, ума не хватило пока этим воспользоваться. Поэтому, да, еще не делала. Хотя здесь даже на картиночке нарисовано, как это делать. А, слушайте, вот я вообще сзади полностью все нарисовано. В общем, надо посмотреть, надо изучить. Фух, как мне стало жарко. Боники, иди сюда. Ай, 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 стой, стой. Волосни мои запутался. Волосы путаются. Блин, как я хочу обстричь себе каре. Просто кто бы знал, как говорится. Но никто не знает. Что, малыш? Что, малыш? Я, знаете, я уже два дня плачу. Я просто настолько сильно не хочу его отдавать. Я понимаю, что его безумно любят его хозяева. Что он такой злоденький мальчик. Все дела. Ну, я его так полюбила. Я все говорю, может, они захотят его оставить. Это как же, знаете, Осика своего. Вот Осику 10 лет. Я его забрала у, получается, сестры. Вернее, даже потом уже мамы своей. На тот момент подружки. И еще, когда ему где-то год с копейками был. Ну, что-то около полутора лет. Не было еще, по-моему, даже полутора лет. То есть, вот сколько времени он у меня. Я думаю, может, его отдадут. Может, его отдадут. Он как начнет. Ну, ему здесь весело. Там он один. Ну, как бы из животных я имею в виду. А здесь, представьте, Осик, Бонька. Вечером он сумочкой бывает. Потом плюс еще коты. И ему он постоянно в каком-то движении. Он вообще, он молодой, он не спит. Осик думает все время, что ты такой дурной? Спи уже. Ну, Осик больше, конечно, спит. А этот нет. Этот такой весь шустричок. Ой, в общем, и такие дела в этом видео. По идее, вначале у нас был Цезарь, если я не ошибаюсь. Вообще, с чего я начинала снимать это видео. Я уже за эти саба даже толком, ну, порой не помню. Я все, видите, отращиваю челку. Уже вот она. Вот она у меня уже как отросла. Ой, у меня еще тут болело горло. Видите, да? Болело горло. И я вообще такая испугалась. Думаю, ну все, вот осталось мне еще заболеть. Кто тут? Это кто там? Это кто такой? Ой, это мальчик красивый. Это вот этот красивый мальчик мой. В общем, мне совсем не скучно, как вы поняли. Очень-очень даже весело. И видео, девчонки, вы знаете, я хотела отснять видео и про фавориты за лето. И про то, что я буду использовать осенью. То есть, мне хотелось как-то вот все это снять, все вам показать. То есть, что я выбираю себе из ухода на осень. И вишлистая хёрт, там, фаберлик. В общем, все мне хотелось поснимать. Ой, свет плохой. Но, что случилось, почему я этого всего не сделала? Скажу вам честно, откровенно, у меня, ну, просто нет желания. Мукбанги я сейчас не снимаю, потому что, ну, как-то меня тоже... Вроде мне это и очень понравилось, но у меня так часто бывает. Я чем-то загораюсь. Я это, знаете, начинаю вот так вот прям делать с такой увлеченностью, с таким стремлением. Мне это нравится-нравится, а потом раз, я такая, ну, что-то как-то не идёт, что-то не хочется. И, наверное, я же говорю, если бы мой канал это чем-то был бы таким коммерческим, я бы, понятное дело, там, хочешь, не хочешь, я бы снимала бы, делала бы. Но, хотя, может быть, он и поэтому не коммерческий, не приносит мне никакой прибыли, потому что я как хочу, так и снимаю. Но, что уж поделать, как-то так. Я всегда вам честно, открыто рассказываю обо всём, в принципе, начиная, там, заработка на YouTube своего копеечного, там, и какими-то своими мыслями делюсь. Единственное, что мне хочется, я надеюсь, чуть попозже, ну, сейчас ещё, знаете, осень, вот этот какой-то такой переходный период, когда ты не понимаешь, что вообще происходит, почему тебе нужно уже надевать какие-то кофточки, какую-то закрытую обувь, почему становится прохладно, и вот это вот всё как-то немножечко поднапрягает меня, и состояние соответствующее, что больше задумываюсь, а там, а то, а всё, а как быть, а что делать, а на правильном ли я пути, ну, в общем, вопросы, знаете, о главном, о вечном, что-то вот такое вот как-то немножечко, типа, набирается у тебя в душе, и поэтому у меня, поэтому у меня какой-то вот такой сейчас немножечко кризис, можно так сказать, при том, вы знаете, я вот сейчас читаю книгу «Думай богатей», это вот первая книга, которую я сейчас читаю, я её очень медленно читаю, я её прям разбираю, «Наполеон Хилл» очень мне она нравится, но её важно именно разбирать и выискивать для себя нужные моменты, потом книжка у меня по психологии, несколько книг, которые я читаю, иди сюда, Бонник, книга, всё, я не помню точно, как она называется, Брайсона, не всё обо всём, а, в общем, там, про планеты, про теорию большого взрыва, Дарвина и так далее, очень-очень она интересная, но, хотя её писал не учёный, она всё равно не просто для меня вот читается, как-то так, иди сюда, слушайте, таки оставили ковёр на кроватке на этой до сих пор, не знаем, куда деть этот ковёр, но он особо никуда нам не вписывается, и мы пока его просто здесь оставили, сюда иди, не залазь туда, иди сюда, Бонечка, вот, так что, вот так вот, всё-таки, вот, а что ещё, а, ещё у меня книга, а как же она, вот вы знаете, у меня вечная, ой, тут мои тапочки валяются, у меня вечная проблема, я забываю название книг, ну, вот как-то так получается, то, что я забываю, билетристики особо никакой сейчас не читаю, но обязательно вернусь на работу, я же тоже говорю, немножечко я так подзабила, ну, у меня, я рано или поздно, и, скорее всего, относительно рано расскажу вам, чем я занимаюсь, собственно говоря, просто я сейчас в таком ожидании, у меня такой сейчас немножко переломный момент, и пока документально, скажем так, я не уверена в том, что и как дальше будет, я, я молчу, в общем, потом это всё посмотрим, участвовала в двух марафонах я по развитию инстаграма, один мне прям очень понравился, вообще понравилась тема вот этих интеллектуальных и нескончаемых лент, когда очень красиво это всё перетекает, конечно, вообще, иди сюда, нельзя, Вся, тебе зачем тайское масло, ты хочешь волосы свои уложить? В зеркало стоит и смотрится, иди сюда, Бонечка, иди ко мне, иди, зайчик, вот, но понимаю, что это много сил, это нужно всё изучать, а мне этим, конечно, заниматься не очень-то хочется, но инстаграм вообще вот такая тема, вы знаете, что у меня три года назад было столько подписчиков, и то у меня было тысячи три, наверное, а сейчас там две восемьсот или что-то такое, и постоянно отписываются, кто-то приходит, и тут же кто-то, знаете, два человека пришло, десять ушло, как-то так, и на месте, ну, наверное, я понимаю, что у меня нет никакого контента в инсте, ну, тем не менее, в общем-то, мне, меня всё устраивает в том плане, что я выкладываю фотки, какие мне нравятся, и с этого балдею, и у меня нет цели что-то там продавать, рекламировать и так далее, да, яичек, в общем, поделилась с вами я своими мыслями, я думаю, что мне сейчас идут две классные посылки, одна с сайта Style Korean, спасибо большое ребятам за то, что они, несмотря на то, что у меня такой маленький очень каналчик, они про меня всё время вспоминают, и пришлют мне средства от Niagin, кое-что я уже пробовала, сама покупала, и рада буду повторить, что-то попробую, и с сайта E-Vitamins тоже, спасибо ребятам, тоже жду посылку, но я думаю, она будет идти долго, скорее всего, они обе будут идти долго, там уже я выбирала сама, они мне просто выделили, я не помню, 80, по-моему, долларов, которые я выбрала, реально то, что я смотрела, если честно, на iHerb, то, что я и так хотела, и поэтому у меня на осень и зиму полностью сформирован уход, чему я безусловно рада, что мне не нужно ничего покупать, иди сюда, тратиться, а у меня всё уже будет, лишь бы оно всё дошло, сейчас я поеду на почту, заберу линзы, мне должны сегодня наконец-таки прийти, я уже не помню серые, голубые, какие я заказывала, месяца два прошло, как я заказывала, очень что-то долго шли, хотя до этого реально недели две или три с этого же сайта, и они до меня где ходили, да, мой зайчик, вот такие вот дела, ладно, я буду заканчивать это видео, просто напишите вообще, есть ли у вас какая-то вот хандра, может быть осенняя, или вы одинаково хорошо к каждому времени года относитесь, то есть прекрасно себя чувствуете, у вас нет этих переходов, просто я же говорю, я не знаю, это связано вот, ну, наверное, да, всё-таки с переходами, когда я понимаю, что не посидишь уже в парке, не почитаешь, не погреешься где-то на солнышке, не пожаришься даже, и мне от этого становится, ну, я больше всего люблю лето, и мне от этого становится немножечко грустно, господи, вот это такой живчик, это не Боник, а это Шкедик, такой маленький, такой колёсенький мальчик, блин, 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 как я его полюбила, честно, очень вот с удовольствием бы, если бы мне кто-нибудь его бы, вот правда бы отдал, ну, просто не задумываясь, мы бы его оставили, и вообще я поняла, что, наверное, в нашу компашку не хватает, вот такого вот шпица, ну, хотя, опять-таки, знаете, каждая собачка, это просто ты к нему прикипаешь, у нас были другие на передержках, но как-то, вообще не возникало особо такой любви, или желания, чтобы я наоборот бывала, порой думала, да всё, скорее уже там заберите, а здесь нет, здесь всё-то невероятное, это зависит от характера собаки, от его отношения к тебе, он не даёт мне не купаться самой, он не в туалет меня не запускает, вот серьёзно, это просто вот что-то с чем-то, я очень переживаю, что у меня пропадает, вернее, замыливается фокус, хотя моей камере всего лишь два года, и не дай бог, что, или даже год, подождите, в девятнадцатом, умеет, да, двух ещё нет, полтора где-то года, иди сюда, Бонечка, близко, как мой зячик, моя жопка, и не дай бог, что-то ещё с ней тут случится, в общем, а, по поводу ещё, хотела немножечко косметики, может быть, с вами поболтать, будет такой долгий, какой-то влог, болталка, но хочется, хочется выговориться, пожалуйста, послушайте, да, немножко меня стал напрягать Project Pen, сейчас покажу вам, что он делает, смотрите, в зеркало стоит, смотрится, а, и пытается масло стащить, Бонник, ты зачем это делаешь, Бонь, ты уже его перевернул всё-таки, да, ах ты, вонючка маленький, ты маленький, вонючка, понял, кто ты, что я говорила, ой, софты в кадре, всё в кадре, ладно, как-то так, мне на полу чуть сегодня уютненько, прям приселась так, и вообще нормально, не включила ни свет, ничего, ну ладно, бог с этим, что я говорила, по поводу Project Pen, он меня немножко стал напрягать, потому что я заметила, что моя дорогущая косметика, которую я покупала, там, за, ну в этом году, скажем так, то есть там, Hourglass, Laura Geller, или что у меня, а, Laura Mercier, Анастасия Беверли-Хиллс, там, Наташа Динон, ну в общем, всякие такие, крутые, дорогие штуки, у меня лежат, Герлен Метеорит, у меня лежат без дела, то есть я их не трогаю, потому что Project Pen, потому что я, как такая прилежная ученица, хочу закончить свои вот эти баночки, и я пользуюсь тем, что мне уже не нравится, я там пользуюсь пудрой, которая мне не подходит, и я думаю, Наташа, в чем проблема, просто в том же Project Pen сказать, то что, девчонки, не нравится, не хочу, мне уже не подходит, я не знаю, выкинуть, а кому-то отдать, где со сроками все в порядке, там, если пудры какие-то, но нет, я это на себя тру, тру, я пытаюсь это измазать, и мне не нравится, как это смотрится, что-то там, как-то текстуру некрасиво подчеркивает, вместо того, чтобы пользоваться тем, что ты вложила, деньги, а я дождусь того, что там пройдут сроки, и потом буду, знаете, этим, ну, как-то короче, я посмотрю, в ноябре мы еще с вами поговорим на эту тему, Project Pen, я посмотрю, наверное, просто я немножко неправильно сама подхожу, то есть, это должно что-то быть, то, что я хочу закончить, но это не значит, что пользоваться только этим, потому что, вот я же говорю, у меня, знаете как, вот, то есть, сейчас я с вами немножечко перемещусь, чуть ближе сюда, то есть, вот у меня реально стоит одна корзинка на столе, где продукция, вторая, то есть, все, что с Project Pen, нам единственная у меня проблема с помадами, я категорически не могу заставиться ими пользоваться, потому что я больше пользуюсь блесками, ну, уж как-то так у меня повелось, и, знаете, что я еще делаю, то есть, продукты, где немножко остается, я вот так вот их разбиваю на крышечке, то есть, это, допустим, хайлайтер, чтобы быстрее это все использовать, иди сюда, Бонечка, в общем, буду я, так, только я хотела сказать, что все, нужно заканчивать этот влог, как тут же закончилось время записи, и, собственно говоря, камера и так у меня выключилась, сейчас я, наверное, соберу косичку, не знаю, посмотрим, может оставлю так, будет видно, и пойду схожу на почту, все, спасибо большое, что вы были, а ну-ка, с кем мы были, с кем они были, они были с нами, за то, что вы были со мной, и, всем вам любви, радости, чтобы у вас не было вот таких периодов, как бывает у меня, всяких перепадов, просто всего вам самого доброго и хорошего, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok, 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 Субтитры сделал DimaTorzok,